У меня просто будет, как сказать, взгляд или угол обзора не с позиции, не знаю, каких-нибудь там соотношения каких-то структур и так далее, а позиция человека и вот как бы того, что происходит вокруг него. То есть исход именно от человека, от субъекта, от того, что он делает, что он думает, как воспринимает ситуацию, и не более. В том смысле, что разбирать, скажем там, коррумпированность и так далее, это отдельные разговоры. Есть некая данность. В чем содержание фильма? Не знаю, что в чем содержание. Есть сюжет, последовательность событий, а содержание это нечто совсем другое. То есть, скажем так, у фильма содержания нет. Опустим, опустим вопрос о содержании. Есть сообщение, там есть какое-нибудь сообщение? Не знаю, я не получил. Мне через фильм никто ничего в голову не транслировал, поэтому... Например, согласитесь, что когда мы смотрим некое образование искусства, то мы все-таки не просто так стоим и глазим, получаем наслаждение. Или мы так, получаем наслаждение, просто проживаем вместе с автором фильма, проживаем в неком роде изистенциальное состояние, а потом просто переключаемся в это уху и все. Два вопроса. Первый. Предполагает ли каждое произведение некое содержание, тот самый авторский посыл, который автор намеревается при помощи художественных средств донести до зрителя? Либо же нет. Если предполагает, тогда все, мы будем там искать. А получится или не получится, это уже как бы на совесть у каждого зрителя. У меня не получилось. Может, я плохо смотрел, а может, там не было посыла. Вот, как бы поэтому... То есть, если в современной философии посмотрите такая... Да. Посыл такой, что на самом деле, что когда пишется текст, или это как-то создается, это как-то своего рода конструктор, который воспринимающий субъект может построить... Машина. Машина. И собрать по-разному, по-своему. Я предполагаю, что данное произведение это и есть тот самый конструктор. Я склонен, как бы, к классическому взгляду, что должен быть содержание, должен быть какой-то месседж, общение, какая-то идея. Если она получилась у автора, это хорошо. Если не получилось, но автор понимает, о чем. Это, ну, как бы, хуже, неплохо. Потому что если это машина или конструктор, то они бы должны были к тебе что-то породить. Есть хорошие машины, есть плохие. Понимаешь, что даже после... Нет, просто я не хочу. О, ну что ж, ты не хочешь. Даже тот, кто не хочет. Машина, она той машина, да, вот эта письма, да, которую ты тут читаешь, да, и она в тебе что-то поождает. В одном, в другом, в другой, исходя из того, какой ты человек. Но она, как бы, тебя провоцирует. Нет, тут будет совсем другой тогда акцент. Если я воспринимаю как машину, тогда работа... А не важно, как ты воспринимаешь? Важно, очень важно. Важно? Конечно. Ну, может быть, как бы, у других иначе, но если я воспринимаю как машину, как тренажер, грубо говоря, я понимаю, какие усилия я должен приложить, чтобы получить необходимый для меня результат. Я буду смотреть внимательно на какие-то соотношения. Если я это воспринимаю как некий связанный текст, а не конструктор, я буду ожидать другой, прикладывать совсем другие усилия. Многие фильмы этот Левиафам восприняли как некородом месяч. И людям он не понравился. И они пытаются увидеть в этом некородо провокацию, или увидеть в этом какую-то Чернуку, увидеть в этом какую-то подрывную деятельность на благо загнивающего категорического Запада и прочего. Но в возрасте можно к этому действительно отнестись как к некому свободному произведению искусства, к которому нет никакого изначально вложенного автору смысла. Возможно, как бы... Или, скажем, он, может быть, и есть, но он не является обязательным. Он является какой-то там... Неосос. ...дополнительной информацией, как бы, да. Но на самом деле изначально в фильме много интуиции, которые вдруг возникали. Так уж сложилось. Она, как вот бывает, что... Есть некий фильм. Пишешь текст, да? И пишется не то, что ты вкладываешь текст, а само по себе как-то пишется. Мне как-то очень странно. На мой взгляд, узлягиваются уж слишком все продуманные как раз фильмы и слишком формальные все ходы. То есть, если как бы им предъявлять претензию, то, что мне не нравится, то, что все ходы, они как бы, ну, формально обусловлены, они необходимы для вот какого-то такого развития, для драматического развития событий. То есть, на самом деле, Звякинцев снимает драму. Вот. И там главное переживание, которое как бы должен был бы вынести, наверное, зритель, вот если бы сопереживал происходящему, если бы ему там что-то не мешало, вот, это именно драматическое переживание, вот как бы, то есть, у него вполне классическое искусство, катарсическое, оно должно как бы привести нас в такое состояние, как бы катарсиса, вот, там, знаю, трагические слезы или что-то в этом духе, и мы выходим обновленными из-за. Вот, как бы, его концепция вовсе не какой-то там постмодернизм. Это классический подход. Вопрос только в том, что есть, ну, определенные элементы, которые там полностью препятствуют, но не получаются. Ну, давай, расскажи, какие элементы. Чтобы доказать свою точку зрения, что... Или получилось у кого-то. Получилось? Ну, да. У меня не получилось. У меня не получилось по следующим причинам. Первое. Поскольку я обычно смотрю, отталкиваюсь от героя, действующего персонажа, участника, то герой не вызывает абсолютно никаких переживаний. Потом просто... Переранья или симпатия? Вообще ничего не вызывает. Он аморфен, абсолютно. Он не меняется. Он абсолютно тождественен, вот, как бы, от начали, в конце, в середине, одно и то же. Вот. Он не делает ничего. Он не делает никаких действий. Никаких, следовательно, результатов и переживаний по поводу действий. Он не является созерцателем, который анализирует сложившуюся ситуацию. Это был бы тогда мыслитель, который бы рефлексировал по поводу происходящего. Ну, на самом деле, герой-то он там постоянно пьет, он так он запоминал. Следовательно, герой – это просто вот, как бы, персонаж, который в течение всего фильма только делает что-то пьет. Нет, ну, нет, все-таки, как бы, какая-то история есть. История есть, не скорят. Нет, ну, именно… Однако история могла бы произойти без героя. Нет, 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 именно история, как бы, история изменения героя. Она состоит в том, что вначале он еще, как бы, там, бодренький, он пытается там что-то свое отстоять и так далее, а под конец он теряет все, как бы он полностью уничтожил. Когда друг к нему приезжает, он уже сразу говорит, может быть, не надо ничего этого, может быть, как-нибудь так рукой махнуть и все. У него же сразу какой-то фильм. Да, говорят же, что, по поведению, это драматическое искусство, то, что для каждой действия, когда герой входит из него одним и выходит другим. Но здесь много героев. Но здесь, обратите внимание, что ни один персонаж не меняется. Ну, как нет, это неправда. Как первый персонаж выглядывает? Нет, приехавший адвокат. На мой взгляд, как бы, когда он стоит там, уезжая уже в поезде, там, у окна, видно, что он, как бы, другой, нежели тот, который приехал. Не совсем. Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что вот именно это, как бы, персонаж, который, как бы... Гегелевская диалектика господина Ирабада, который, как бы, на которого вся эта ситуация может как-то повлиять. Совсем нет, совсем нет. Он как бы был, это просто один статический персонаж в этих декорациях. У него сюжет поменялся, действие перед ним. Как инфузорная туфелька, у него вода подогрелась, он попал более в холодную. Вот точно такой же. Тут он пришел с одни и той же рожей, ну, в общем-то, представляет себе, что он будет тетку будет трахать. А с другой стороны, он на окна стоит, он приедет в Москву и тоже будет тетку трахать какой-нибудь. Разницы нет. Это не факт. Ну, почему? Не факт. На самом деле, быть божьим персонажем является показать это, как бы, ну, я не знаю, как это лучше. Можно, как бы, если. Какое-то, как бы, наше государство, ведь речь, как бы, идет оливиафане, это... Нет, руки народа. Государство это как-то. Оливиафан. Видите кого-нибудь в олицетворении кого? Нет, государства совершенно не хочу. Государства как-то все-таки... Государства там нет никакого... Ну, как нет государства? Когда возникают вот эти ребята, какие-то непонятные, бандитского вида, а то, если что, они... Никакого воли... ...милиционеры, следователи. Тоже, тоже декорации. Ну, декорации-то декорации, но вот, как бы... К ревиафану мне никакого не имеют отношения, чувак. Четки, вообще, фильм мне несколько мрачный. Гобсовскому, Гобсовскому. Да, он реально, реально мрачный. Он мрачный, он однотомный, он серый. Ну, правильно. Ну, тебе же надо... Мы ищем персонажей... Тебе же надо оправдать, если он убийство главной героини как тем-то образом. Вот вообще все растете. Я чего его виду? Может, мы ищем персонажей... Так оно не замечается. Мы хотим укализовать... Оно даже и не замечается. Игорь, мы хотим укализовать персонажей в виде отдельного человека. А может быть, персонажи у меня не отдельный человек, а... от как бы... В shedding атмосферки. Вся ситуация в целом? Опять драмы. Где каждый отдельный персонаж, это просто... Пять драмы не получается. Не получается драма. Пос fuss-то может, какая-то драма. Потому что этот набор персонажей, как ты говоришь, он входит в ситуацию, и уходит ею одним и тем же. Ну, минус один человек. Так это и есть суть фильма. Ты вошел в фильм, и вышел из фильма, и ничего не поднялся. Мэр, он же все-таки там движется как-то, он сначала как бы мэр, потом он заколебался, испугался, совещание, потом он идет к этому освещению. Кто-то его наставляет, нет, будь как бы силой. И в итоге он снова возвращается к своей силе. Где кататься, кататься, сидеть. Такой особистый чувак, который постоянно ходит и мечется. Которому настолько неловко и неудобно выгонять чувака по закону из его дома, что к нему приходит даже пьяный. Ведущий семинар. Даже пьяный к нему приходит. Это форма отчаяния. Это форма отчаяния, да. Конечно, это как бы. И когда понимает, что он столкнулся с абсолютно глухой стеной, которая его не слышит, он выдает этот крик, этот монолог про права, что у тебя их нет и не будет. Это действительно, мне кажется. Да. И вот это, поэтому, как бы, вот, этот вот такой странный фильм, драматическое искусство, входит персонаж одним человеком, выходит персонаж другим человеком. С ним что-то происходит. Это в классическом смысле. В классическом смысле. Здесь совершенно не так. Как это тетка ходила с одним выражением лица в самом начале, то как она к этому глиофану Каброву подошла с тем же выражением лица, там же и пришла. У меня тогда вопрос. Еще давайте все-таки, как бы, вы пытаетесь опять, как бы, тему завести, что это не то классическое драматическое искусство. А какое? Может, вообще никакое. А если это не классическое, то какое? Ну, какое-то, мы же говорим. А если оно не классическое и другое? Классическое и постмодернистское. А как его тогда нужно? Которое нарушает все правила. Которое вообще живет местно. Она их не знает, с ними не справляется. Пускай она с ними не справляется. Так, ведь все равно нельзя относиться к произведению искусства. Нет, просто на самом деле, я к тому, что хотел сказать, что это, ну, может быть, этот фильм, как бы, да, вот он такой своеобразный. Надо подумать, почему он такой. Ну, вообще, у Звягинцева, что возвращение там, ну, изгнание не очень люблю, но, как бы, тоже. Возвращение, я не смотрю на него, как говорится. Нет, нет, ну, стоп, там, там, вот именно история изменения героев, она очень существенная. Да, мне тоже столько знаю сюжет. Приходят два мальчика одними, выходят всем другими. Да, причем как бы, поменявшись местами. Поэтому говорят, так, это фильм, а здесь-то что? Здесь-то вообще ничего не произошло. Нет, ну, как бы, если на сюжет убрать, все-таки произошло, человек сел в тюрьму, там, и погибла его, там. Ну, вот только сюжетная история. Жена погибла. Только сюжетная история. Но сами персонажи не меняются. Так, может быть, зрение меняется, пока смотрит? На основании чего? Ну, на основании того, чтобы два часа сидеть. Два фильма не в фильме меняются, меняются те, кто его смотрят. Подождите, товарищи, надо же не забывать, что нет никакой задачи у фильма, чтобы он был таким или другим. Какой есть, такой есть. Как можно относиться к фильму? Он не такой, какой он должен быть. А откуда мы знаем, какой должен быть фильм? Нет, я тебе хочу сказать, что это выдающееся драматическое переживание не возникает. Ну, из-за того, что у тебя не возникло драматическое переживание, это не значит, что это произведение надо выбросить, по-моему, на ведро, правильно? Надо к нему попытаться ответить и понять, как оно возникло. Ну, значит, значит. Именно это и значит. Именно это и значит. Нет, ну просто, кроме... Если лекарства не способны нас вылечить, а бутерброд накормить, бесполезные лекарства. Нет, просто в искусстве, кроме оценочного высказания, должна быть еще какая-то содержательная критика или там... Ну, вот содержательная критика. Можно содержательную критику попробовать. Нет, вы как бы оценочный рассказали. Мне фильм не понравился, потому что там нету такого драматического... Хорошо, давайте попробуем. Какого-то драматического... Что-то мало красивых женщин, да. Но есть все-таки. Но фильм не понравился не поэтому. Потому что здесь порядок, с чего Антон начал. Драматическое искусство состоит в испытывании некоторого катарсиса. Этот катарсис состоит в том, что у тебя есть персонаж, есть некоторые действия, он туда пошел один... Слушайте, я понял. Я понял внезапно. Мне так показалось. Был этот самый такой, этот самый драматург немецкий, Брехт, и был у него особый театр, который в противовес классическому театру, который вот построен на классической драматургии, где катарсис, изменение героев, писал подобные истории, где вот как в той же самой «Мамаша Кураж», которая ходила с тележкой всяких разных, так сказать, продуктов за... За какой-то армией, взводом солдат. Вот в ходе всей истории она не меняется. И вот это ее неизменение по задумке автора должно было зрителя повергнуть в такой шок, чтобы зритель как бы проснулся. Если попробовать рассмотреть данное произведение именно с подобной точки зрения, которая пришла только сейчас, может быть даже что-нибудь и получится. Потому что, на мой взгляд, как бы сходство определенно есть. Да так же, кто какой-то, взвех, взвех. Да, для него же претензия на драматургию была. В том-то дело. Не важно сюжет, что пошла, это, Катерина Собрыва попросилась. Да это не важно. Это как бы сюжет, на самом деле, Катерина и Собрыва. Не важно, но... Фик с ним. Но, ну, как бы, но такое движение, вот противодвижение, оно действительно там есть, ведь. А гроза была? Есть. А там около одна гроза просто. Франш, ну все этот самый. Я идут смотреть этот фильм, надеясь на то, что, так сказать, фильм что-то поменяет. Ну, не то, не что-то поменяет, а в фильме что-то есть, что он меняет. Я там столько... Сразу, сразу, уже с некой формой, что вот я прихожу на фильм, и должен посмотреть на фильм, и там, вот есть какое-то изменение. Уже сразу накладывается трафарет. И получается такое противоречие. Ты приходишь с одним желанием, а фильм совсем о другом. Вот видите, вот это то, что начиная с конструктора, да. Каждый может в фильме увидеть то, что он сам туда в него вложен. А здесь интересно, что все как бы, все не увидели, то есть, потому что я читал разные отзывы. Понятно, что там, ну, скажем так, те, кто называют себя патриотами, да, вот они возмущаются тем, что вот это очерняет Россию и так далее, вот они недовольны. Но, замечательный итог, что либералы, так называемые, тех, кого называют либералами... Да, 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 очерняет Россию. Нет, 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 они говорят, ну, ужасный фильм, дурацкий фильм, чего вы с ним носитесь, он не призывает выходить на площадь, он говорит, надо сложить ручки. Вот, это дурацкий фильм. Да, либералы мне нравятся. И у меня в ритме много людей, которые... Которые не нравятся никому, да? Да, да, которые были недовольны тем, что... То есть, вот, как бы, самый... Все хотели, чтобы он что-то скажет. Самый один, что такое, что он не пристрелил этого мэра, да? Да. Если бы он пристрелил, а можно, как бы, я... Чтобы он тогда звал топору, да. То есть, он, как бы, соглашательский, он вот там вот с этим храмом в конце, понимаете, и так далее, он... Он, как бы, говорит, что мы все самые виноваты. Не власть там виновата, не мэр, а мы все, как бы, вот, виноваты. Все виноваты. Здесь фильм константации. А хотелось бы, чтобы кто-то был виноват, да? А хотелось бы, чтобы они были виноваты, и так конструктивно, потому что... Масква была виновата. И, как бы... А когда герои плохой, хороший, плохой, плохой... Ну, потому что... Хороший выигрывает, там, побеждает плохой, зло побеждает одно, и так далее. С возможной стороны... Потому что у меня есть галатомен, да. Ну, типа того. Не, не, подождите, давайте... У меня просто есть маленькая, как бы, тоже реплика по этому поводу. Вот, смотрите, если... Например, взять Евангелие, да, это, как бы, такой сюжет. То есть, с точки зрения нашего сейчас обсуждения, в Евангелии тоже ничего не происходит, как бы. То есть, мы в середине, узнаем в середине, что есть некий его рода человек, который вышел на проповедь, и потом узнаем в конце, что он ни за что, как бы, распят на кресте. Ну, и если так подумать... Он уже что-то говорил, он оставил свое учение. Вы говорите, что... А в фильме даже этого не оставил, а тут просто ничего не происходит. Нет. В фильме даже этого не... Нет. В фильме просто идет своим чередом. Я ничего еще не сказал. Я ничего не сказал. Я просто имею в виду, что нельзя обсудить по фильму, что там какая-то, по-вашему, статика, ничего не происходит. Потому что, да, потому что, на самом деле, многие сюжеты таковы, что нельзя высказать все, да? Не рассказать всю предысторию, так, что... Мы же не знаем предысторию, что там было. Просто некого рода какой-то, вот, как, высвещает какой-то период, да? Завязывается. И все. И в этом периоде мы что-то видим, что-то произошло, как бы, и какой-то итог совершился. И на самом деле, я вот вижу некого рода художественность, да, в этом. Потому что, ну, это затянутые какие-то, вот, эпизоды, где просто показывается природа. Вот такая голая, такая пустынная природа, да? И, как бы, в этом тоже какая-то тоска видится, хотя ничего не происходит, да? То есть, вот это, может быть, вот эта вот статика, это, на самом деле, миссис фильма. Только тот миссис, который мы должны, это, который не высказать за словами. О чем мы говорим? Что вот есть некого рода пустынность жизни, да, вот, она как-то вот так вот выражается не только в том, что... Профанность. Профанность, хорошее же слово было, профанность, которое мы о чем-то говорили. Ну, честно говоря, когда смотришь на этот океан, там, или на эти скалы, профанность, это не то, что ты вспоминаешь. Не то, что... Нет, профанность, в смысле, отыгры жизни, а не все же... Ну, а вот ты говоришь сейчас про пейзажи природы. Нет, я и говорю, что в пейзажах тоже, и пейзажи, как бы, отыгры... Есть вот люди, которые живут, и есть природа, это, так сказать, жизнь людей, наверное, на фоне природы, это, в общем, приходящее. Нет, пейзажи... И не то, что, так сказать, здесь происходит сейчас, в данный момент, а в принципе, давайте, что есть, что нету, а природа остается, и мир остается, ничего не меняется, и мир остается таким. Да, нет, я не так понял, сказать. Пейзажек было одно, они были тяжелыми, мне кажется. Их надо характеризовать так, прибыла тяжесть, вот что важно. Вот это правильно, как бы... И мне кажется, что, на самом деле, что, возможно, вот говорили уже об этом, да, и даже либералы, как ты говоришь... Их хотелось промотать быстрее. И либералы на это указывали, да, что фильм, на самом деле, неоднозначный, как бы... На самом деле, в чем тут суть? Может быть, то, что происходит, в этом нет никакого виновата, возможно, что вот... Когда? Чтобы в такой обстановке, в такой природе, да, вот, в таком окружении ничего по-другому и не могло случиться, что своего рода это как судьба. Но тогда вот как бы, ну... И судьба всегда статична, она вот именно так, она как эпос, как некого рода... Это как бы рассказ без начала и без конца, да, вот он как бы просто высвечит, как вот... Это, допустим, там, не знаю, там, история про Эдипы, там, что-то, как бы, вот, высвечит какой-то маленький отрезок, и все. И мы не знаем, что там было в начале, что было в конце. Но мы вот понимаем, что вот она цельность и природы, и социума, как бы, и всего. Как бы, вот, некого рода такая вот картина. И социум – это есть отражение вообще, в принципе, мира. Ну, хорошо, вот у нас есть подобная картина. Какой бы она ни была, вот такая вот, как бы, что есть, то есть. И давайте попробуем из этой картины сделать какой-то вывод. Ну, вот, а надо ли? Быть может быть, это... Мы когда подходим к консине художественной... Ну, мне кажется, ну, как бы, давайте попробуем это сделать. Можно это сделать, да? Ну, это будет тот самый конструктор. Попытайтесь еще... Ну, давайте поиграем в этот конструктор. Патриоты сделают свой вывод, и... Как каждая группа делает свой вывод. И они начнут друг другом махаться. Ну, давайте попробуем поиграть в этот конструктор. Проблема искусства состоит в том, что говорить об искусстве сложно. Потому что это чревато марвализаторством, да? Ну... Это потому что мы, как бы, пытаемся, как бы, либо оправдать картину, сказать, ну, вот-вот она вот о том-то. Либо, наоборот, о суде искать. Ну, вот она не что-то делает правильно, или что-то делает неправильно. Ну, это вопрос... А, по идее, к искусству надо было бы в какой-то другой мерке подходить. Не с мерки этической, да? Этично ли было изобразить вот нашу Россию в таком неприглядном уровне? Или там... Или с прагматической... Вот он там подыграл каким-то там врагам нашей Родины. Явно фильм про, как бы, про веру в Бога. Вы согласны с этим? Нет. Все как бы на все спрашивают. А ты им, как бы, вообще веришь в Бога? Мэр спрашивает. Я с таким же успехом могу сказать, что фильм про водку. Это русская тема просто. Там водка не больше чем. Ну, это вопрос, что он обсуждали. И это говорится... Мы говорили о профанном и жажде трансцендентного. Здесь у нас... Для жажды трансцендентного мы видели, что нет слов. И они за первое попавшееся слово, то есть Бога, они за него случайным образом хватаются. Ведь она... Ну, как и все. Игорь, это как и все, понимаешь? Все в жажде трансцендентного хватаются за первое попавшееся слово Бога. Вот они за него хватаются. Но при этом ситуация не о вере в Бога. А она в жажде трансцендентного все-таки. О невозможности. Ты пойми, что это в жизни так всегда есть. Тут есть жажда трансцендента, и все хватаются за слово Бога. Так оно и есть. Ну, случайно по-другому. Поэтому... Ну, по-другому. Как это? Если так это всегда, это не случайно. Смотри, мы просто обсуждали и решили, что эта тема не раскрыта. Да, эта тема такова. Но она не раскрыта. Она как бы... Какая-то маленький штрих, понимаешь? Как будто бы... Ты говоришь об этом. Да не об этом же фильме. Нельзя сказать, что фильм о Боге. Мы же так не скажем. Она как бы есть, знаешь, как говорят... О неверии. Нет, она не так, как случайные слова. То есть, другие одни случайные слова, а потом произнеслись так же и Бога. Как случайные... Бог там не проходит какой-то такой необходимой линии. А просто среди прочих разговоров так же есть разговоры обоих. Бог стал воствлой, мучить на язык, и не мог в тумане угадать. Господи, сказал я по ошибке. Это уже, по-моему, слишком. Ну, все равно по ошибке. Здесь, грубо говоря, божественное земное находится на одном уровне. А божественное-то есть. Ну, взаимоотношения с церковью, взаимоотношения церкви с мирским, здесь не сведено на уровень обыденности. Здесь, грубо говоря, как они застрят за столом и пьют, они таким же образом общаются и с церковью. То есть, здесь такое не нравится. Что то, что там религиозная жизнь, она находится в том же ряду профанного, который она ведет. Только церковь всегда находится в ряду профанного. Потому что церковь и божественное, это не одно и то же. Ну, понятно. Все разговоры о горне православие, это просто мертвые слова. Это тот же монотонный ряд профанного. На самом деле, если внимательно смотреть, то все немножко тоньше. После даже того монолога, то есть, этого диалога с этим священником. Ну, и где твой... С священником или Попом? Ну, с Попом, да. Где твой там Бог, в общем. Он же говорит с ним на языке застолья. Ну, подожди. Да это не важно. Это принципиально, потому что он сам живет, этот же Поп, он живет так же, как главный герой. Только, грубо говоря, не показывать его с бутылкой фотки. Подожди, подожди. А живет на таком же уровне и общается таким же образом. Как раз-таки там не так. Он начинает ему говорить, как бы, цитировать Евангелие. Тот ему говорит... Цитирует он холодным образом. Цитирует это как... Как же у меня как свисточки читают. Но он за столом холодным образом Евангелие не цитирует. Поэтому он говорит с ним не как за столом. Тот ему одергивает его там, что ты мне как херню гонишь, там скажем по-человечески. Я не об этом хочу сказать. После того, как формально, в этой словесной перепалке, вот этот главный герой как бы одерживает верх, потому что, в общем, ну, нечего ответить священнику. Да что ж ты тогда знаешь-то, если ты не знаешь. Он говорит, ну ладно, слушай, давай я там помогу тебе, поднесу там что-то. Вот. И он там несет ему какой-то там, какой-то мешок. Вот. Что это значит для меня? Я это смотрю, когда я что понимаю? Что на самом деле, как бы, несмотря на весь этот наезд, он все равно почему-то уважает этого папа. Он не может как бы верить вместе с ним. Но он бы хотел. Он все равно как бы хотя бы несет. Ну вот. Вот я и говорю, а жажда танца нет. Ну да. Подождите, подождите. Попал, попал. Нет, это важно. Попал, священник. А почему же так, расскажите нам тогда, почему же так, это не Евангелие, кстати, притча в Евангелии. Чёрно-перевод это так, чудовищным образом. Совершенно непотребно. Ну потому что поп деревенский, безобразовый. Да, а может просто дебил просто. Нет, ребята, подождите. Вы сейчас как бы совсем раздвором пытаетесь сходиться к тому, что весь фильм как бы о ворке, о церкви, о ворке. Нет, не весь фильм вообще как бы о вазустве любви. Нет, смотрите. О невозможности любви. Смотрите, как бы. То есть невозможности вот именно вот это уже учиться. Невозможности трансцендент. Лучше стало. Вот давайте начнем с того. Недостат. Персонаж вот этот, да, как этот, в котором Серебряков играет, он положительный или нет? Что значит положительный? Ну, персонаж или персонаж. Он на всех положительный. Вот у него, между прочим, недостатка любви нет. У него с любовью все в порядке. Да, я имею в виду, он добрый человек. Да не особо. Нет, ну ты же он поднес это вот. Он не добрый и не злой, он никакой. Подождите, подождите. Нет, нет, добрый, добрый. Он, конечно, добрый человек. Он добрый человек, мэр совестливый. И кто еще? А же, наверное. Давайте полагание превращать, я просто хочу как бы довести линию. А батюшка святой. Да. Хочу линию просто довести до конца. Логика, это в чем состоит? Он, мы имеем историю доброго человека, который... Нет. Подождите, ну... Человек, просто человек. Ну, добрый, добрый. Ну, не добрый. Обычного человека, мне кажется, он не упадет. Полагаю, что у него внутри, где сидит Бог. Смотрите, подождите, есть больше... Человек, который не прям, что говорить-то? Он просто бутылку водки кому-то там помогает, штуку эту доносит, штуку обращает. Да, причем, заметь, никакой выгоды от этого не имеет. Да, по большому счету, на своего друга не гневается. Уменивается, пытается, как бы, добиться справедливости. Да, по-своему, конечно, дебильный, как это, ну, типа, пытается, да. То есть, фактически святой. Ни на что не претендует, и даже хочет отказаться, да, от того, чтобы судиться. Добрый, фактически святой человек, да. Помогает священнику, уже об этом говорилось, да, как бы, и даже хочет отказаться от попытки шантажирования, да, и может быть... Да, подставаться. Ударили по одной щеке, это сам подставь вторую. Он не подставляет. Вот, в принципе, его идеология. Я с ним говорю, что, получается, что драма-то есть, что добрый человек, который не совершает злых дел, да, и с ним случается трагедия. Он попадает, там, в лапу вот этой вот системы, в тюрьму, у него погибает жена, как бы, и сын остается один. То есть, полностью разрушенная, полностью разрушенную жизнь. Ну, как? Подождите, подождите. Почему разрушенную? Наоборот, он освободился от них. И давайте, подождите, без иронии. Без иронии. Давайте, просто, все-таки, любой человек может поставить себе в эту ситуацию, и понятно, что это трагедия огромная, да? То есть, история, с точки зрения, теперь, как бы, божественного, состоялась, некого рода несправедливость, причем огромная несправедливость с этим человеком. И никто ему не помог, небеса молчат. Да, и мы видим церковь, потом, вот это, это благоухающие лица, вот эти, как бы, там, верующих людей, как бы, красивые вещи видим, красивые наряды, вот это вот. Форму. Видим форму. Видим форму, да? И на этой форме, вот, как бы, мы видим, что там, как будто бы нет, чего-то, как бы, не хватает. Какая-то, есть в этом какое-то лицемелье. Богу, как будто бы не хватает. Да. Что небеса молчат, понимаете? Они молчат, и ничего не могут сказать, что свершилось, добрый человек, вот, как бы, не говорили о том, что мы Йово, Йово там, цитируют неправильно, но ведь это же, вот, история Йово, да, как бы, разрушила жизнь человека, доброго. Помните, говорили о Йове, там, когда пришли к нему, сыновья Божьи, да, там, среди прочих, сатана, и Бог сказал, видели ли вы, Йово, моего, да, правильника, да? И начинается история про то, как там, это сатана говорит, да, вот, даром ли этот, правильник Йово, забили его у него, там, типа, все, что он имеет, будет ли он, Бога, ну, почитать, почитать, любить Бога, да, как бы, и так далее, в каком-то смысле, начало этого процесса, да? Жил человек, ну, видимо, по предыдущей истории, какая-то у него, там, ну, не знаю, что-то он там сумел нажить-то, там, у него, там, есть красивая жена, там, ребенок есть, там, видимо, какой-то бизнес был, или что там еще там, и прочее, да? И в итоге, мы в конце видим, что все у него это забрали, да? И на небеса молчают, да? И он, главное, заметьте, он ничего не говорит, он как бы принимает это все, и все. Нет, он говорит, и вот тут, садим, он не проклинает ни Бога ничего. Он, конечно, нечет, и Богу сказать, что вот, возможно, эта концовка говорит о том, что, а как мы-то себя будем, зрители себя чувствовать? То есть мы-то, 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 фактически мы стали этим самым главным героем, нет? В конце фильма мы стали этим героем, и теперь, что мы делать будем? Будем ли мы дальше любить Бога? А давайте посмотрим с другой стороны, о том, что герой, на самом деле, не хороший, не добрый, абсолютно, ну, как сказать, абсолютно мерзкий, неприятный тип, он постоянно ругается, хамит и грубит, он постоянно пьет, ничего не делает, не предпринимает никаких разумных действий, более того, чтобы вокруг него не... Так, стоп, кому он хамил, кому он грубил? Ну, во-первых, он как бы работал механиком этим, он грубил механику, он грубил политику, ничего, подожди, давайте возьмем эту гипотезу, допустим, что это так, есть основания для того, чтобы так допустить, тогда что? Получается, зло наказано. Нет, почему зло наказано? Я говорю о том, что первое, поскольку герой таков, то ему сопереживать нельзя, и, следовательно, вывод о том, что небеса молчат, не работает, потому что ему не жалко. А если он плохой и зло наказано, то опять же, как бы, на фоне кого, на фоне чего? Мне, например, жалко было всех, как бы, то есть вот... Жалко собаку. Нет, ну вот почему? Жалко людей именно. За что? Почему? Азрушена семья. Азрушена... И что? Всех жалко, потому что... Жалко, кстати, Да, но они, потому что, как в профанном были, в лишенности трансцендентного, так и живут. Поэтому и жалко. Самое главное, его возможности, как раз и вот, и все это то, что жалко всех. там же даже, даже мэра-то несчастного, жалко, в ресторане, в убогом, сидящий, с видом на корявую, пятиэтажку. Во всем этом, со всеми алкоголизма. Антон, ты нашел, давай говори. Да, что я уже? Потому что жалко, здесь на всех, и, ну, были, похоже, там, я помню, все время читал, там, тот же, допустим, тоже Милана Кундера, там, «Невносимая легкость бытия», примерно такая же книжка, там тоже, как бы, жалко всех, и, в общем, посыл такой, что вот мир, как бы, таков, что они, ну, так сказать, не то, чтобы они не могут действовать иначе, да, но, мир таков, что в нем, как бы, уже вот, чего-то не хватает. А может быть, неправда это все? Может быть. Ну, мне вот, мне вот складывается впечатление о том, что, вот в такой вот, как бы, формулировке о том, что, вот, есть герой, есть мир, и мир таков, и герои не могут быть другие, с одной стороны, кажется, в каком-то, ну, как бы, справедливой, а потом я задумался, и думаю, подождите, разве этот самый мир, это не есть точно такие же люди? Ну, в том смысле, что никого, кроме людей, которые составляют этот самый мир. Герой там не вне мира. Подождите, давайте все-таки увидим там, что друзья у него, вот этот милиционер, да, его жена, они же потом ребенка берут, и мы понимаем, что мир там не плох. Там не говорится, что вы прям возле... Тоже замечательные люди. Они пришли и предложили ему. Да, только свидетельствует тот против него. Ну, они так решили, чувак, да, но они тоже замечательные люди. Они на ребенка претендовали. Не, не, они как бы, они почему-то там так наивны, что вот они наивно подумали, что он может ее убить, потому что он сказал, что вот он ее убьет. Ну, с точки зрения... А кто не говорил? Они сделали так, что они должны рассказать гипотезу, а там наверху разберутся. Да, да. Но это наивность. Нет, это нежелание брать на себя ответ. Да, они там наверху и разобрались, потому что все знали, что у чувака были терки с мэром, и ребята решили мэру подсобить. И подсобили. А вот, кстати, по поводу главного героя, почему я считаю, что он все-таки хороший человек? Хороший-хороший, я просто спорю. Потому что, понимаешь, есть как бы идеальный персонаж, допустим, как Иисус Христос, мы не можем даже думать о том, что какой-то он может... Нет, это какие-то могут быть неприглядные дела, и поступки. И Лёшик Морисе. Ну нет, я просто имею в виду, есть идеальный персонаж. Терминатор. В данном случае, в данном случае, мы как бы... Только два, да. Мы имеем в виду не с идеальным персонажем, а просто с человека, мы имеем в виду, который не имеет, все человеческое в себе несет. когда там сквернословие там... Главным образом пьет, не пьет. Пьет, да. Там это... Попадает в ситуацию... Изменяет ему жена, там как бы, да, сын у него там, условно говоря, еще как-то бегает-убегает, там еще какие-то что-то происходит там, да. Ну просто человек, он добр именно в том смысле, что как бы мы поняли бы, если бы взяли обычного человека, которого вот вокруг нас, это ходят люди, да. Вот некоторые люди являются добрыми, но они не идеальны. Я понял. Я понял. А ты хочешь мне какую-то идеальность. Булат, я понял, в чем как-то это сам. Человек добрый, порядочный, как и этот. Это есть такая мысль о том, что у каждого человека есть, ну, такое представление, что он где-то там внутри своей души добрый, чистый, светлый и так далее. А вот это вот все, это вот как бы некое внешнее. И когда... Подожди, про среда. Среда заема, да, И когда он приходит, вот как бы, грубо говоря, пьяный домой, пьяный домой, он верит или думает, что жена, вот это вот его светлая там душу его увидит. А она ему говорит, сволочь, ты грязный, иди помойся. И вот он обиженный идет и так далее. Так и здесь. Вот герой, как бы там внутри, где-то в душе глубоко, он вот такой вот, а внешне... у пьяны даже не значит здесь она недобра. Подожди, давайте... Так в том-то и дело. Давайте согласимся... В том-то и дело, что как бы и мэр может быть где-то там в душе такой же добрый. Нет, ну, понимаешь, если ты, допустим, как бы делаешь что-то злое, ты недобра, а если ты пьешь, ты пьешь. Нет, подожди, но все-таки разные вещи. Согласимся, что пьянство здесь следствие. Мы на самом деле видим некого рода следствия предыдущего года. Ну, потому что. Потому что пьянство здесь не характеристика героя, а его, как бы, отношение к сложившейся ситуации, как он хочет забыть, это есть характеристика героя, поскольку это его способ реагировать с происходящим. Мэр тоже пьет, сидит за столом, тоже пьет. Ну, и вообще, говорят... Там все пьют. Еще раз, давайте еще раз. По-разному. Давайте еще раз. Значит, недеятельный, это не значит злой. Вот так вот. Ну, это не значит, что и добрый. Он может быть слабый, он может быть, как бы, там, пассивный. Ну, уж точно не добрый. Но при этом добрый. У каждого героя, у каждого герой, у каждого герой, он смиренный. Он как раз так и не смиренный. Смотри, вот географ, ну, я уже идеально смиренный. Смотрели фильм? Вот Игорь не смотрел. Смотрел, конечно. Ну, там же тоже пьет все время, но он же добрый. Нет. Он никакой. Да ладно? Ну, это уже твое личное на самом деле. Ну, подожди. Вот так уж сложилось. Есть там у русского народа березки, там еще много чего, и пьян. Да, да. Национальная идея. Да, национальная идея. Да, признак порядка своего человека. Но в некотором смысле. В этом, да, в своем случае человека, а во-вторых, в этом присутствует его рода страстность. Да, то есть, что человек, он не как ты, вот ты поступил бы, наверное, механистически. Ты сказал, пить нельзя, надо как-то проблему решать. А он переживает. А он переживает у него эмоции, страсти. Ну, только внутренние. Понятно. Чего же он переживает? Ну, почему он переживает? Он все потеряет. Какая бездушная сволочь. Подождите, у него разрушается размер... Просто потому, что я механистически ему не сочувствую. А я должен вот прожить. Смотрите, по ходу фильма у него разрушается и отнимается все. То есть, это им... Смотрите, как бы... Ну, сначала у него отнимается инующество, да, но мы видим это суд. Потом ему изменяет жена, он теряет любимую. Потом как бы и убегает ее, видишь, да? Да, он ее прощает. А потом убегает сын, там какие-то проблемы возникают. Потом как бы в итоге погибает жена, потом его сажают в тюрьму. По ходу фильма все больше и больше наращивается вот эта вот система, все он больше и больше теряет и оказывается вот совершенно голым. То есть, все. При этом вечером заканчивается. Совершенно сломленный человек. У тебя... Ну, правильно. Йова нет уже. Так вот, это и хорошо, понимаешь? Это и хорошо. Если бы был Йов, если бы там, знаешь, там, раз как бы... Ну, что это был бы за фильм? Вот тебе интересно было бы такой смотреть? Нет, ну что значит... А он как раз должен был закончиться ничьем. Потому что дальше продолжается. Мы уже об этом не знаем. Это как бы пыстрященный... Да какая история? Прошу второго некого... Да, дело не в этом. Эпизод. А цветит он, выпустит его. Мне тоже так же и пить. История съема уже... Мы уже говорим о конструкторе. Нет, история съема уже... Это конструктор. Ну, и лучше. Нельзя же как бы снимать еще одного Йов, понимаете? Надо уже смотреть, как оно происходит на самом деле. Когда заканчивается ничем... это не на самом деле, в том-то и дело. А еще один момент... На самом деле, в том смысле, что катарсис не происходит. Понимаешь? Как бы мы поиспитаем катарси, потому что мы видим, что разрешение не произошло. Как у брата, профанного мира. Они остались молчаливыми. Именно так. Так, а что должно было произойти? У каждого персонажа... Кто должен был заговорить? Ну, Бог должен был вмешаться и как бы... На основании чего? И вы колотите право глазу. На основании вашего желания? что творится несправедливость. Почему? Откуда вот это вот представление... Ну, что он все-таки, пускай не идеальный, но добрый человек. Откуда есть это... Добрый мир, поскольку должны быть добрый мир, правильно? В этом-то и вопрос. Откуда есть ожидание того, что должны вмешаться? Ну, потому что мы так... Потому что... Именно. Подождите, прокататься с мыгодием. Вот у нас есть это ожидание. Мы ожидаем... Откуда вопрос? Нет уже не считая, что... Как у нас ожидание, что с добрыми людьми должно происходить? Откуда? Я понимаю, что у нас есть... Откуда? Скажи, не замочите. Да. Нет, вопрос откуда. Есть вера в добро, просто, да? Нет. У тебя есть вера в добро? Это не вера в добро. Но ты вот будешь добры... Я уже чувствую несправедливость, у тебя было. Подождите, подождите. Нету вам не... Нету вам несправедливости. Есть маленький нюанс. Вопрос не в том, что справедливость это хорошо, а несправедливость плохо. Есть ощущение или ожидание, что с хорошими людьми должны происходить хорошие вещи. Я задал вопрос, на основании чего есть это ожидание? на основании я понимаю что поступаю хорошо как бы это это благо но я далеко я сомневаюсь как сказки потому что это не сказка хороший банально так думать еще раз говорю что рассказана история не должно вот я как раз таки против того что вот на этом месте должен быть поворот потому что это самое должностного не следует из неких наших представлений это устройство мы изначально сказали что фирмы не классического а в другом смысле конструктор мы теперь попытались этот конструктор как забрать до деконструировать показать как он работает и мы коротко высвеченный эпизод как бы возможной истории которые можно додумать вначале додумать в конце но в коем случае это не банальная вещь не так что на самом деле как сказки рассказывается да там что добро всегда побеждает так не было так что с добрым человеком случилось что-то такое страшное да и мы как влад оказывается в этой ситуации переживания это сами извините пожалуйста но такой вопрос как бы разве в жизни всегда с добрыми людьми происходят хорошие вещи наоборот нет это ожидание можно это продолжать вот как бы у меня такая мысль в том смысле что я знаю что с хорошими людьми происходят плохие вещи обычно обычно ну так бывает зачастую но это похоже на то что бутербродс это падает вопрос а как бы каким количеством вот как бы знаний опыта интеллекта нужно обладать чтобы эту банальную истину вывести за причем действительно мы же говорим не про не про то что мы знаем а потом мы хотели бы здесь желаем желаем я знаю что я умру я знаю что я умру и что вот так я об этом ты делал я че об этом ты и делал все тщетно мне кажется у нас есть ожидания и с ними вот интересным образом обращаются так что мы остаемся с этим чувством то есть мы не не так что мы там пережили что-то и все завершилось в зале вот а мы уходим как бы и вот есть это чувство незавершенности вот я допустим как бы два дня хотел под этим чувством не не особо понравился фильм да я не мог как бы два дня так сказать его отложить он как-то оставался со мной жена моя тоже самое сегодня говорит она как бы два дня ходила ну как она говорит под впечатлением но речь идет не о том что там а в том что он как бы задержался вот таким образом мне например интересно вот это самое ожидание как бы того что должно быть хорошо потому что как бы не то что хорошо разрешение нужно какое-то разрешение и он мог там лишь вот как бонни клай там они все там расстрелим можно раз друга по разу да вот их расстреливают но это как было разрешение понимаешь а здесь как бы его сажают в тюрьму я ничего не говорит я сейчас не правильно как сказать не про сюжетные повороты то что как бы чем закончился фильм но грубо говоря меня устраивает я с этим согласен закончился как закончился и претензий по этому поводу нет как бы исходя из логики героя так и должно было закончиться меня как бы интересует почему зритель как бы ожидает некой справедливости меня нет нет меня интересует как сказать не жанр а именно сам человек с вот этим своим ожиданием потому что разве для того чтобы как бы вести себя как бы это творить добро быть честным и что необходимо кроме собственных усилий а при чем все это просто нет речь идет о том чего ждут от бога то есть как бы хорошо было бы чтобы именно 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 не мне даже да а вот там не важно нет это важно а вот тому другому да кто я вижу он как бы я очень хотел бы чтобы он это исправил я не могу исправить он не может дать мы все не можем с боженька должен спуститься и всех спасти единственный кто может это исправить онтологический урон миру нанесет это бог а вот так ли это так ли это нет это не в антологии дело мы уже выйти вычленили этот самый вопрос теперь как бы о то а содержание того что мы получили в твоем понимании то что ты решишь что я не знаю я не могу не знаю ты в своем понимании то что что ты говоришь что мы что что непонятно почему должно быть так да я поймаю как должно быть нет никого должно быть смысл в следующем фактически сам герой ничего не должно быть идет так смысл следующий вопрос что есть есть определенное ожидание что должен прийти некий бог который вот эту самую несправедливость решит потому что больше нет нет такого ожидания нет у меня не про фильм я не даже восприятие того посылов этого фильма зависит от воспринимающего ты не хочешь увидеть этого да хотя это вроде как вытащили кому-то очевидно смысл понимаешь вот эта вот тема на самом деле что есть такие ситуации когда не что человеку помочь не может дать все даму ситуация предельного отчаяния последнего все говорит о том что он убил свою жену свою любимую жену все говорит об этом и он еще за это должен поплатиться там как сроком там или так какие-то наказания придешь в ситуации полном отчаяния поставь себе на эту кто может помочь люди его судили никто что делать как-то как-то живут как-то живут как бы нет люди в концлагерях жили люди во время голода что никакие внешние обстоятельства не заставят вот это человек а есть практика которая докажет обратно есть люди которые выжили еще как-то не отчаялись еще много чего в мире есть и искусство почему-то не изображает этого много чего она убирает изображает автор то что читать может хорошо автор и искусство почему-то определенного рода сюжета интересных и так много я не помню что их 60 понимаешь всего 60 сюжет никого не интересно что человек пошел споткнуться никому это не интересно это банально понимаешь да а тут ситуация предельного отчаяния и что делать и попал на это предельное отчаяние все указано то что ты убил свою любимую жену да практически теряешься на день я ожидал полное разрушение всей твоей жизни что я знаю все кроме меня ну понятно сделала не в это что-то вопрос как бы повисли никто же его не поставит не пойду священник честно говорит виноват и почему в церковь ходил не ходил да священник поставил простое решение да да а может другое решение а может другое решение в принципе наша жизнь трагична ты понимаешь в том-то иди а ты там сам во что веришь то вот и как бы спрашивать а где твой бог ты того что лишь дальше он начинает пройти свечки но это лабуда понятно это как бы лишняя добавка но сначала думает а ты-то сам веришь вот ты спрашиваешь где где мой бог а ты-то сам во что-то веришь ну поэтому священник как бы вот этот вот элипот да он тоже не на прост и не всегда не так пуст его выполняет функцию друзей его так называемые друзья мы пытаются объяснить что он сам был чем-то виноват и священник ему тоже пытается мечтать сам чем-то был виноват свечку не поставил исповеди не сходил подожди подожди но это же не это же особенный ехта у нас это у нас ее который не верит в бога понимаете если тот того бога верю вот то это что мне господи он говорит несколько раз не но говорит как непонятно может быть он не видит в том смысле стандартным как мы понимаем видит свечки что это добавить что изменит он может быть как-то посоле внутренне верит потому что не его на самом деле вот в этом-то и разбит еще что это опять же фильм мы еще раз договорились вот это не конструктор можно увидеть этого его можно его не видеть можно сказать что просто какой-то алкаш пьяница который как бы не верит бога которого в общем-то и нет вот это как бы ситуация ну да я в отсутствие бога оставим на совести там не досмотрели что как чё вот история можно попытаться фильме увидеть как все-таки искусство а не пытаться как все убить ткарям всегда можно везде где-то увидят потому что он был такой и потому что так сомневался что голос ты покрылся это конечно не имеет отношения к ни к иову библейскому не самостоятельный и друг другом нет они живут самостоятельной жизнь не коммунирует не дать еще как вот одну линию я расскажу которые и а и сейчас договорю и они начинают фильм как персонаж какие-то и заканчивают в том же самом виде с персонажи ничего не меняется мы уже обсуждали много да я понимаю но и эти персонажи между собой никак не пересекаются не контактируют они живут в своем мире своим 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 пониманием и все все остальные персонажи для каждого из них между собой это лишь некий внешний внешний мир который мы не достать контактируют но это твоя вот твой конструктор который ты сейчас это да я какого-то что-то сказать помните когда приходил мэр к этому как бы назовем его епископом да там у него там была фигурка такая стояла иисуса христа такая знаете статуэтка такая как вы знаете такая изящная статуэтка иисуса христа в веке вот в этом кровавом то есть в этом была какая-то как бы вульгарность то есть но мне так показалось что показывает что вот все таки этот епископ бога как бы не верит и с другой стороны до другого конца видим что вот этот наш персонаж и его подобный скажем вот он страдает да и вроде как бы он наоборот говоришь что он не видит а и все виды показать что бога и что бога нет и мне кажется что на наоборот но они гибит но вот его вера а не такая мир как этого и писк по которой как бы велик по обязанности то полную службу служит как бы по обязанности у него как вы руки как работа как своего рода как исполнять не уровень там ну как бы не служение никого рода там формальность вот так скажем. Вот два конца. И как бы между этими концами возникает какое-то вот такое постоянное не соперничество, а какое-то пересекание смысла. Мы видим, что один конец поднимается все выше, 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 и в итоге мы видим церкви там великолепные и произносят великолепную речь, а другой-то они спадают совсем вниз. Прямо до упора. И где божественность? Это есть. Не там и не там, разумеется. А мы, как всегда. Да, как всегда. Нет, ну просто в этом что-то есть такое, что в некого рода отчаянии, да, и Бога же и Йов, в конце концов, находит, когда уже доходит до последнего отчаяния и к нему является Бог, и находит. Может быть в этом фильме, что вот дошел до последнего предела, доходит главный герой, да, и возможно там дальше нам не показано ничего, но там может быть что-то дальше произошло. Рождение нового человека, да. Не, мы можем додумать. Мы можем додумать. Можно как одну остаться и сказать, что небеса молчат, и все. Вот это наша ситуация. Ну как оно, рождение нового человека? Что будет? Ничего не будет. Он и так настолько хорош, Опять же, я... Парень, ты самый, персонаж настолько хорош, что ему дальше трудно быть лучше. Его ведь тоже лучше не становится. Нет. Новым человеком не рождается. Он просто стада возвратит. Я как раз не согласен с тем, что персонаж должен в течение драмы, жены, детей. Да, и новых детей. В течение... В течение... В течение изложения персонаж должен обязательно поменяться. Можно это рассматривать как некую высвеченность. Как прожектор высветил какое-то пространство, мы увидели сразу какое-то пространство. То, что оно длится, это уже просто неизбежно, что мы все во времени находимся. А на самом деле это как высвеченное некое такое пятно. И мы в этом пятно вот видим одну, вторую, третью много многообразия, которые... Так ведь никто же этого не отрицает, что персонаж... Вне времени как упрость. Вне времени. Вполне хороший и весьма благостенный. Это же никто не отрицает. Другое дело, как это получено? Ну, можно вот так сказать. Ну, и развернуто это сказано, а это плохо. Не получилось? Ну, Игорь, давайте, как бы вот не будем сейчас... И у Звегенцева... Я просто призывал вначале мне делать оценочный суждение. Мы пытаемся в содержании. Независимо от того, снят фильм, там, получилось, оно или не получилось, как бы, на что заряжен этот фильм, да? Какого... Что в нем такое происходит? Ведь, опять же, я апеллирую к русской литературе, хотя это здесь, может быть, сильно трудно ее привязать, но вот у Достоевского есть такая тема, да, там, что как бы надо пострадать. И даже возможно пострадать безвинно. Помнишь, у Николка там, там, это преступление, наказание, там, он побежал за своим другом, потом вернулся, увидел там золотую вещь, которую вырунил Раскольников, да, ее взял и потом получил, что на него вся вина падает за убийство, да? И вот он как бы вдруг вспоминает, там, что вот когда-то ему устарелись, говорил, что пострадать бы неплохо так. И здесь тоже своего рода вот мы видим, вот что человек идет как бы на безвинное, на некое страдание, огромное страдание. И совершенно не по тем причинам, что... Я понимаю, что как бы Достоевский здесь... Достоевский здесь как бы опять же привязан, и может быть привязан неорганично, да? И вообще литература здесь русская как-то... Если и можно говорить о каких-то параллелях, то очень неорганично. Но тем не менее, вот, мне кажется, здесь русская тема есть. Вот она как-то вот здесь присутствует, какими-то, я не знаю, там, интуициями, может быть... Нет, они... Она русская тема только есть только... Да ладно, у Бунина много таких рассказов, которые как бы вот разрешаются, но... Ну, я хочу сказать, что там все достаточно хороши. То есть все почти святые. Что гаишник с его женой, что сам серебряков, герой серебряков в смысле, что мертв уже сам, тоже практически святой, безгрешный человек. Это вот, да, но такие вот живые... живут в профанном мире, абсолютно святые люди, глубоко на севере и так далее. Ну и что? Нет, да, я-то имел... Значит, в начале фильма жили и в конце... Мне кажется, как бы... Звуговерящие в свой собственный мир. Если есть какая-то... Да просто сами по себе святые. Нет, ну я насчет мэра там не согласен, я как бы считаю, что... ну ладно, это не важно. Но мне кажется, что вот если есть какая-то мета-задача фильма, то она была показать вот как бы русский мир не со стороны какой-то... благости или чернухи, а попытаться его показать в смысле каких-то внутренних интуиций. Вот сконцентрированно показать, да, что такое искусство как бы. Это когда берется много черт там различных, разбросанных, а потом концентрируется в одной персонаже. Ну не во вновь, русский в целой серии. Вспомните ту историю. Даже пейзажи. Вспомните ту историю, которую здесь рассказывают. Она же про американцев. Американец что-то сделал, да? Когда у него вот обрали имущество. Он сел на трактор, да, поехал, как бы и там что-то там разгромили. Да, потом себя застрелил. Сам застрелился. Это тот самый активист, который... Деятель, да, да. Который мы... Анатолий. Который мечтали либералы, да? Да, 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 да. Вот он действий, да. Он как бы против режима там все там сломать там как бы... Как бы... Трагический, но при этом деятельный. Да. Как бы боги и клайв. Да, да, да. А здесь что происходит? Ничего он не делает. Он даже как бы отказывается. То есть он постоянно проигрывает, проигрывает шаг за шагом, проигрывает, претерпевает, ломается, ломается. И мы видим полностью сломленного совершенно уже вот как... Да не особо он был сломлен. Словлен, ну а чё? Ну он уже больше как бы я не понимаю. Говорит, ты понял что это стало? Это не сломлен. Это не сломлен. Сломлен был бы, когда он умер. Да не сломлен он. Сломленный был бы, если бы у него был какой-то некий стержень. Ребята, у него погибло... Если сломленный, то умер. Ну, про это круто сказать, что человек сломленный. Паралин. Вот тебе говорят, по мне, некий внутренний стержень, который бы стоило бы сломать. Не было стержней, поэтому он и не сломался. Подождите, мы сидим на диванчике, мы не знаем про это стержень. Что вы говорите? Мы не знаем начало про эту историю. Ну, мы делаем выводы по увиденным. Мы можем делать выводы по увиденным. У него друг юрист из Москвы. Возможно, и у него была успешная карьера. Мы не знаем, почему он догадился до такого состояния. Только из того, что... Ну, во-первых, как бы он дом... Я так не видел, чтобы он жил неуспешно. Да. У них как бы все было нормально. В смысле этого хозяйства, мастерства и так далее. Ну, можно сколько угодно додумывать предварительно, и что там было, как бы, и как все это начиналось. Да, жена у нее хорошая, пустяная работа на рыбоперерабатывающем комбинате, конечно. Очень удобно. Да нет, еще надо езжать на каком-то там джипе. Че-то такие. Че? Бедный этот, кавкозник, разве? Да не об этом тема-то, не в этом состоянии. Как вы отклонились и уши никуда-то там, куда-то непонятно куда-то. Мы сейчас, я говорю, пытаемся, без относительной оценки фильма, хорошую занятие, мне он тоже лично не понравился. Пытаемся как бы вот высветить, что можно как бы и сконструировать, и то есть того, что есть. Да, я как бы, как там поются песни там? Я слепил из того, что было, а потом, что было, то и полюбил. В каком-то смысле, когда зритель смотрит на произведение искусства, вот в этом, постмодернистском смысле, он видит какое-то что-то такое произошло, а он из этого должен слепить что-то, чтобы полюбить. Ему нужно провести целую работу над собой, для того, чтобы как бы увидеть в фильме что-нибудь. Потому что иначе, действительно, можно банально, какой-то алкаш, что-то не повезло ему в жизни, да, там, сделал много неправильных этих вещей, не был активным, да, там, в итоге поплатил. Не, ну, во-первых, как бы, на самом деле, я не согласен с таким определением постмодернистского искусства, потому что провести работу над собой, чтобы что-то как бы... Нет, провести работу над материалом... Нет, провести работу над материалом, это всегда было так, там, если ты хочешь слушать классическую музыку, ты не можешь просто поставить, как бы, и наслаждать. А я пытаюсь так. Вот, надо как... Ты пытаешься, ты будешь слушать, слушать, и потом, как бы, после того, как ты... Чем больше ты вложил в это, тем больше и отдашь. Это нормальная ситуация. Чем сложнее искусство, тем больше ты должен туда инвестировать, чтобы получить, что называется, прибыль в виде каких-то там переживаний, впечатлений и так далее. Нет, ну, возможно, те, кто... А постмодернистское определение состоит в том, только в том, что вместо авторского замысла есть конструкция, как бы я называю машины, да, которая, как бы, в зависимости от того, что он подает на вход, выдаёт что-то другое на выходе. Вот. Но при этом она тоже, как бы, не абы какая, она конкретная, да, то есть это вот конкретная конструкция, и она, так сказать, для разных людей действительно порождает разное, там, как вы говорите, каждый не видит своё, да, но сугубо в зависимости от того, что он сам там... То есть это не полный производитель. Не, ну нам же какие-то правила, мы тут тоже полный производитель. Да, нам так же все-таки расставили координаты, мы и речь идут о Йобе, или Афае. Да, да, и, я говорю, мне кажется, Звягинцев, он отнюдь не, как бы, не такой, да, то есть он очень авторитарный, даже чересчур, как бы, то есть вот эти все... То есть все-таки Афаевский замысел, все эти ильюха паны, вот, то есть он слишком, как бы, слишком даже дидактичен во всех этих словах. Нет, ну быть может, быть может. То есть, нет, он, может быть, негнятен, на самом деле, при этом, то есть он, может быть, как бы, сам там, не знает, что хочет сказать. То есть мы лучше о нём думаем, чем он сам говорит, да, но при этом, как бы, он пытается что-то сказать, это точно. Согласен, я же сказал, что авторская линия тоже присутствует, но я считаю, что она как дополнительная линия. Все-таки действительно можно фильм по-разному интерпретировать, есть все-таки не произвол, но, по крайней мере, возможности. Ведь отнеслись к нему очень сильно неоднозначно, я уже давно не считал отзывы и не смотрел о фильме, который был бы совершенно противоположной оценке. Они поделились на два примитивных лагеря, на мой взгляд, вот то, что я видел. Одни типа патриоты-государственники, одни, видишь, увидели в классическом смысле, что должен быть. Несет плохой мальчик, все. А второй, ой, ой, тоже плохой фильм, потому что чувак не взялся за... Нет, но есть очень непривиально. На сайте Православий Мир, там, некоторые как бы служители церкви пишут, что вот как бы Левиафан, там, правильный фильм, там, а боги и верят. Вот такие, настоящий фильм, там, вот, что там мог, как бы, вот, по-настоящему сказать. Ну, мы тоже пытались его понять по-настоящему. Да, то есть, разные совершенно есть. Кто-то там говорит, что вот этот мальчик, там, этот сын, да, это вот как раз главный герой, так сказать, и вот эта история, это история его. Ну, это народ решил с оригинальностью. Ну, наверное, да. Ну, как Игорь, что у него самый главный персонаж, положительный, это мальчик. Ничем не лучше, да. Такая же оригинальность. Да почему, блин? Нет, у тебя не оригинальный, ну ладно, хорошо. По-моему, он как раз в роли Салтаны, там, играет со своими, там, это, подельниками, которые черти, там, на джику хоть и разъезжают. Как раз он... Ну, уже в очень сильном метафорическом мире, когда ты его... Ну, очень сильный метафорический, я понимаю. Да, у тебя эти черти... Но всегда есть сторона, вот такая, да, темная, коня седьмы, там, и прочее, и власть этому миру... Он точно такой же жертва обстоятельств, как и главный герой. Может быть. Я говорю, что, опять же, здесь, все-таки, я считаю, что у него есть никакого рода конструктор, который можно и так, и так вот крутить. Мы зависимы от восприятия. Этим и хороший фильм, что он дает возможность вот этой вот игры. По сути, мы здесь не можем обвинить никого. Но, кстати, единственный человек, которому звягница предоставил какую-то роль, которую можно как-то сыграть. Когда он к Яну туда явился, там было, что играть. Всем остальным играли весь фильм в два с половиной часа, было ничего. Да, но при этом этот актер играет такого персонажа во всех фильмах, в которых играли. У него атрипаж такой, да. У него атрипаж. Поэтому он там сыграл... Нет, тогда он какой-то хороший этот... Какие-то в «Солдатах» сериалы где-то был. Хороший, хороший такой парень, да. Вы хороший, хороший такой парень, да. 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 Да.